Октябрь выдался довольно успешным месяцем для клуба Каратаса и Декай, который что на республиканской, что на международной арене показал себя с наилучшей стороны. 19 октября в городе Минске на Чижовка-арене состоялся очень крупный и грандиозный по своей массовости уровню организации международный турнир Беларусь-Опен. В соревнованиях принимало участие 1100 спортсменов из 90 клубов и организаций различных стран мира. Нашу сборную на этих соревнованиях представляло 4 спортсмена. Это Коростылев Михаил, Гурева Арина, Кадол Матвей и Высоцкий Даниил. И результатом выступления наших спортсменов стало завоевание третьего места. Хочется выразить благодарность отделу спорта и туризма Мозырского респолкома за помощь в организации поездки наших спортсменов и в целом за долгосрочную поддержку нашего вида спорта каратэ. Отмещая достойные, хоть и безмедальные выступления Данилы Высоцкого, Иоанна Прокоповича, Арины Гуревой и Матвея Кадала, выделим бронзовую медаль в разделе кумите «Поединок». Среди ребят 14-15 лет весовой категории до 70 килограммов Михаила Коростылева. Я считаю, что организация этого турнира была на очень высоком уровне. Мне очень понравилась конкуренция на этом турнире, потому что приезжало очень много спортсменов из России. Я провел пять поединков, четыре из которых я выиграл, и один, к сожалению, проиграл. В этом году Михаил Думам еще не закончил свое выступление, а значит и завоевание наград. Значит, впереди меня ждет турнир «Гомель Регион Кап». Я хочу занять на этом турнире первое место, выступить достойно, в общем, проявить себя во всех лучших сторонах. Кстати, спортсменов на турнир «Беларусь Оупен» готовили Валентин Валентинович Борисенко и Наталья Николаевна Гордынская, руководитель клуба каратеса «Эдакай», который отличился еще и победой в конкурсе болельщиков. Они снимали видеоролики с поддержкой своего клуба и мама Дениса Черникова, Ольга. Была и определена победительницей, таким образом и здесь наш славный клуб оказался на высоте.